автор данной истории даниил азаров затяжной дождь наконец закончился тот немного приоткрыл окно впуская в теплый салон струю прохладного ночного ноябрьского воздуха последние полчаса меня отчаянно тянуло зевнуть но пока удавалось сдерживаться достаточно одного раза и все потом не остановишься он отвлекся от дороги и покрутил ручку радио в поисках музыки пободрее какая-то местная радиостанция решила устроить ночь рок-н-ролла детка встречайте короля эфир заполнил голос элвиса и blue side choice и знал for the money 2 формы шоу here to get ready на угол кэт-гоу динамики старенькой тойоты не справились с громкостью и надрывно захрипели тот удовлетворенно кивнул но сделал чуть тише король какого не заслужили он закурил я недовольно отодвинулся подальше не выношу табачный дым тот спохватился переложил сигарету в левую руку стараясь держать ее поближе к открытому окну какие планы спросил прервав наше долгое молчание что будем делать откуда мне знать раздраженно ответил я если бы кто-то как полный болван не додумался выбросить ту рубашку в общем мусоропровод о господи тот закатил глаза опять ты за свое да ты даже не завернул ее в пакет просто бросил кусок окровавленной тряпки в общий контейнер и это когда весь район обсуждает недоумка который порезал на лоскуты всю семью на той неделе соседнем доме я не видел что на ней кровь сколько раз можно говорить да как можно не заметить кровь на белой рубашке мы пили сейлин вино расскажи это мусорщикам которые нашли твой замечательный предмет одежды и вызвали полицию тупая помойная шестерка поняла что это кровь но ты думал вино я был тот запнулся не в себе я слишком долго терпел ты знаешь прекрасно он раскраснелся на лбу выступили крупные капли бисеринки пота заводился тот всегда с полоборота зато сна было уже не в одном глазу схватив из-под стаканника пластиковую оранжевую баночку с таблетками он потряс ей перед моим лицом не доставай меня понял ладно ладно примирительно буркнул я проехали сколько у нас денег после последней заправки и ночевки долларов 600 наличными успокаивался он тоже почти моментально не густо еще пара тысяч должна быть на карте надо решить что с ними делать может быть нас еще не ищут и можно их снять в ближайшем городке или оставить на самый крайний случай а ты как думаешь он покосился в мою сторону нервно облизнув губы я бы сделал это сейчас и рванул дальше даже если кредитку отследят мы будем уже далеко с наличностью на дно залечь проще а сидим в каком-нибудь захолустье на зиму потом видно будет тот облегченно кивнул соглашаясь принимать решение не его стихия вот все испортить это да это пожалуйста будьте любезны а сколько нужно времени чтобы снять отпечатки и пробить их по базе не знаю я пожал плечами зависит от загруженности лаборатории наверное сериалах это происходит быстро но я бы не сильно доверял кино мне почему-то кажется что три-четыре дня вообще сразу надо было в банкомат заехать я тебе говорил а если бы они закрыли город план перехват или как это у них там называется время играла против нас теперь пришла моя очередь закатывать глаза план перехват из-за рубашки испачканной чем-то красным нет конечно паранои вещь полезная но у него она иногда зашкаливала где она была когда он выбрасывал улику в мусор а еще эти фразочки время играла против нас как ребенок ей богу учитывая что мы уже два дня в дороге подытожил тот самое время искать банкомат почти три года спокойной жизни псу под хвост то три года на этот раз он промолчал зло уставившись на дорогу какое-то время мы так и ехали он смотрел вперед а я в свое окно любуюсь безликим ночным пейзажем пока на дороге не появилась одинокая фигура вытянувшая руку в общеизвестном знаке автостопчиков белая толстовка ярко светилась в лучах фар когда мы подъехали ближе и стало понятно что эта девушка мой приятель начал снижать скорость я резко выпрямился на сиденье тот не вздумай да я просто ты серьезно хочешь посадить на попутчицу учитывая наши проблемы но ведь уже далеко за полночь она тут одна машина почти остановилась я внимательно посмотрел на туда глаза моего соседа лихорадочно заблестели и трех дней не прошло как он выпотрошил свою последнюю жертву а уже засматривается на новую это никуда не годилась то от мы едем дальше слышишь я хотел я знаю что ты хотел тот мы проезжаем мимо или потом ты сам по себе клянусь он что-то проворчал резко дал газу и тут эта идиотка буквально бросилась нам под колеса тот крутанул роль в сторону затем в другую ударил по тормозам машину занесло на скользкой дороге колеса протестующе завизжали запахло сженой резиной мы проехали боком несколько метров и остановились едва не нырнув кювет несколько секунд тот переводила шалелый взгляд с меня на черную яму канавы прямо перед нами и разразился нескончаемым потоком ругательств не планируя замолкать он выскочил из автомобиля направился к стоявшей посередине дороги девушки вы бы слышали как он орал а какие эпитеты использовал слепая энцефалитная курица безмозглое отродье пьяной макаки и это только малая часть каждый раз поражаюсь откуда столько экспрессии в таком чедушном теле хотя лучше пусть орет спустит пар не хватало чтобы он ее начал прямо посередине дороги запихивать багажник но девушка удивилась еще больше ничуть не смутившись она дождалась пока он выдохнется и с милой улыбкой сказала спасибо что остановились я наблюдал за всей картиной со своего сиденья тот растерянно открыл рот закрыл обернулся ко мне в поисках поддержки но я лишь пожал плечами и махнул с досады рукой у нас стало еще одной проблемой больше восхитительно но должен признаться что у девчонки действительно были стальные яйца я иду уже по этой чертовой дороге биты час продолжила она и хоть бы одна скотина остановилась можете себе представить тут вдруг растерявшие весь свой боевой запал автоматически кивнул сюзанна девушка поправила небольшой рюкзак на плече и протянула руку вы же подвезете меня до города тут совсем рядом естественно к машине они возвращались уже вдвоем девушка открыла дверь кинула рюкзак уселась позади туда он вырулил на дорогу и мы поехали дальше господи как же я устала и замерзла у вас не найдется чего-нибудь попить тот не глядя взял из-под стакана початую бутылку воды и протянули назад я смотрел как она взяла воду отвинтила крышку и сделала несколько маленьких глотков милая курносая личика беспорядочная шапка каштановый волос вроде обычная девушка лет двадцати но что-то не давала мне покоя сюзанна закрыла бутылку потянулась и поставила ее на место бутылку с водой но конечно тут проговорил я в полголоса она сухая не понял ответил он также бросив быстрый взгляд зеркало заднего вида девушка она сказала что идет по дороге уже битый час а дождь закончился совсем недавно она должна была промокнуть до нитки простите что вы не поняли вклинила сюзанна в наш разговор может быть спряталась где-то тот нахмурился избавил скорость изучая нашу попутчицу где по деревом одежда все равно должна была хотя бы немного промокнуть кто спрятался сюзанна удивленно смотрела на туда во ком я говорю уже громче сказал тот вы наверное где-то от дождя прятались поливала то прилично а по вам не скажешь ах это она беззаботно рассмеялась пришлось ненадолго укрыться в лесу я перегнулся назад чтобы изучить нашу гостю повнимательней и хотя в машине было достаточно темно вполне очевидно что стихия обошла ее стороной лишь высокие белые кроссовки заляпанные грязью чуть ли не по щиколотку выдавали недавнюю прогулку только на дороге грязи не было а чтобы так перепачкаться нужно не просто забежать в лес под первое же дерево тут сказал я она мне не нравится ее нужно высадить с ней что-то не так чего ты взял меня еще параноиком обзывал фыркнул он в полголоса что она нам сделает тот снова пострельнул глазами в зеркало на милую курносую мордашку сзади понятия не имею и не хочу проверять считай интуиция продолжил я в конце концов напомню зачем я здесь чтобы я снова не влип во что-нибудь пробурчал мой напарник тогда не спорь со мной и простите перебилась юзан чуть наклонившись вперед ты все время что-то говоришь но я тебя не слышу из-за музыки и вообще может скажешь уже как тебя зовут неважно тяжело вздохнул тот не хотя останавливая машину у обочины вылезай дальше ты не поедешь почему миленькая личика вытянулась от удивления потому обрубил тот вылезай господи мужчины сьюзан закатила глаза ну почему с вами всегда так сложно одну секунду я кое-что покажу и ты передумаешь я уверена одну секунду сьюзан положила рюкзак на колени расстегнула молнию и начала в нем рыться да где же он бормотала она с явной досадой я помню как положила его а вот же радостно воскликнула и вытащила небольшой дамский серебристый револьвер снизу рукояти болтался брелок видим маленькой плюшевой акулы я зову его майки он всегда со мной до майки она нежно улыбнулась оружию тот сидевший все это время в полоборота к ней рванул пытаясь выхватить опасную игрушку раздался оглушительный хлопок в салоне повис резкий запах пороховых газов а в лобовом стекле появилась аккуратное маленькое отверстие большой глупый дядя покачала сьюзан головой еще раз дернется и следующую дырочку мы сделаем в нем да майки отлично просто великолепно у нас новый псих по моему их количество на один старенький автомобиль стала зашкаливать сьюзан наставила слегка дымящийся ствол на туда поехали красавчики и не гони а то мы проедем нужный поворот тот испуганно покосился на меня но я только развел руками в конце концов он так хотел чтобы она села к ним машину захотел получил пусть теперь расхлебывает хотя по правде говоря мне было очень интересно куда же она нас отвезет уехав из нью-йорка мы закрыли одну дверь возможно сейчас перед нами открывается вторая кто знает минут через пять неторопливой езды в свете фар показался еле заметный съезд дороги сворачивай приказала девушка там дорога не очень не хотелось бы случайно выстрелить на кочке автомобиль нырнул в темный лес фары осветили уходящую вперед узкую просеку с колеей понятно где она так испачкала кроссовки и куда мы едем наконец-то выдавила себя тот на ферму к моим братьям она словно ждала этого вопроса мы нашли ее всего пару недель назад и решили пока остановиться там знаешь одна из жертв ипотечного кризиса как говорят окна заколочены у ворот табличка собственность банка до сих пор не понимаю зачем строить дом в такой глуши обычно мы путешествуем колесе мы штата в штат развлекаемся на всю катушку но это весной и летом но может еще осенью а зимой холодно в машине не поспишь приходится перебираться южнее или если денег не так много искать что-нибудь на время а тебе нравится путешествовать очень пробормотал тот осторожно объезжая очередной ухо и что вам нужно и это не ко мне я только привожу лохов с юзан тараторила без остановки мы это называем охота на дыроков не в обиду стэнли так называет сейчас вы с ним познакомитесь кстати он меня ждет а вообще знаешь ты первый кто хоть немного притормозил за последнюю неделю это так мило народ в этих краях недоверчивый ужас просто я поражался как менялось ее лицо в процессе разговора от наигранной детской наивности в самом начале до хищного оскала когда рейс шла об охоте у девчонки абсолютно точно были не все дома мы еще раз повернули и выехали на широкую поляну окруженную густым подлеском по центру стоял большой трехэтажный дом огорожены невысоким забором сквозь заколоченные окна на первом этаже пробивался снег недалеко от дома притулился сарай рядом с ним пустовал загон для скота миновав покосившуюся табличку с надписью собственность банка тот проехал распахнутые ворота и остановился возле обшарпанного синего минивэна наша попутчица выскочила из машины не сводя оружие стода на крыльце распахнулась дверь и в светлом проеме показалась плечистая фигура в халате с ружьем на перевес сьюзан детка неужели сегодня нам улыбнулась удача кто умница радостно отозвала сьюзан я даже и не сомневался здоровяк махнул стволом сторону открытой двери заводи добычу посмотрим что там бог послал и без того немаленький снаружи дом внутри оказался просто огромным хотя возможно сказывалось почти полное отсутствие мебели мы прошли по широкому коридору до просторной кухни с массивной чугунной печью по стенам висели многочисленные пучки сушеных трав они источали тонкий аромат который в купе с теплом идущим от печки создавал приятную атмосферу сельского уюта вот только происходящее никак не вязалось таким милым фоном мужчина велел сьюзан не спускать 100 до глаз а сам положил ружье на каменную кухонную столешницу протянувшуюся вдоль всей стены стал на цыпочки и снял с одной полки жестяную коробку с крышкой размером чуть больше обувной поставил ее на стол оценивающий посмотрел на туда не густо разочарованно протянул он помнишь его у тебя в классе был похожий чудик как вы его называли мистер хлюпик ага хихикнула девушка пока здоровяк деловито начала обыскивать туда а где джейк и пит наверху наверное у джейка температура поднялась простыл наверное ты пошел его укладывать так вместе заснули ну прям семейная идиллия подумал я озираясь по сторонам чуть наклонился заглянув соседнюю гостиную слушай хороший дом сказал я приятелю в полголоса как думаешь неплохой согласился он ну-ка тихо рыкнул очевидно стэнли он вытащил из заднего кармана туда кошелек открыл коробку полную смятых купюр и кинул туда смотри а я кивнул на коробку и с наличностью у них неплохо по крайне мере нам с тобой точно хватит ага снова кивнул мой приятель здоровяк повернулся к туду коротко врезал ему под дых он охнул и осел на пол держась за живот сказал же рот закрой повторил стэнли оценивающий осматривая лежащего туда эх жаль щупловато конечно надолго его не хватит а я по нормальному мясу соскучился хотя джейку полезно будет для здоровья не жирная ну да ладно он открыл какой-то ящик достал широкий тесак потащили его подвал там разделаем а я присел возле туда ну что дружище походу мы в гостях у ледоедов думаю пора уже нам поменяться не против он что-то промычал и позволил мне войти стэнли был прав тот действительно не отличался спортивной комплекцией худосочный если не сказать тощий еще в детстве доведенной истеричной матерью практически до клинического психоза когда ему исполнилось 12 к воспитанию подключился отец решивший что пора сынишки узнать что такое половая жизнь толстый вонючий ублюдок от которого вечно несло перегаром начал захаживать по вечерам к нему в комнату а мать делала вид что ничего не происходит тогда сознание тода расщепилась и появился я воплощение его любимой игрушки солдата американского спецназа я прошел афганистан ирак ливию и бог знает что еще сначала мы просто общались и это помогало мальчику окончательно не скатиться в темное безумие а в 15 он научился открывать дверь грубо говоря мы меняли с ним местами его разум полностью уходил в тень уступая контроль над телом если вы где-то слышали что субличность может кардинально влиять на своего носителя то это не так не то не становился каким-то субергероем но мышцы крепле плечи становились шире осанка по военному прямой чедушный подросток на какое-то время остановился тренированной боевой единицей способна неприятно удивить своих врагов и первое что я действительно сделал тогда это прокрался ночью в спальню к родителям я вогнал спящему папаша в ухо карандаш на всю длину потом разбудил мать и говорил с ней до утра на суде она плакала каялась и рассказывала что отец вытворял с мальчиком поэтому тоду дали всего пять лет пребывания психиатрической лечебнице усиленного режима когда прошел первый курс тяжелых психотропных препаратов я вернулся и помог ему выбраться оттуда научил как общаться с врачами как себя вести что говорит чтобы пять лет не превратились в десять помогли ему там нет но он понял кто во всем виноват кто позволил этому произойти и делал вид что все хорошо с тех пор я всегда был с ним рядом а когда он упал очередную женщину помогал оставаться безнаказанным стэнли наклоняется поднимает меня за волосы и удивленно хмурится потому что видит на моем лице улыбку он чувствует подвох но пока не понимает чем дело мой первый удар грязный в кадык он сипит выпучив глаза падает на колени прижимая руки к горлу подбираю упавший нож и швыряю в сьюзан мое тело меняется бицепсы подрагивают увеличиваясь в размерах плечи расправляются с легким хрустом от резких перемен немного кружится голова отчасти поэтому бросок получается не точным тесак торчит у него из плеча она шипит от злости целится и своего револьвера с маленькой плюшевой акулой я дергаю скулящего от боли стэнли на себя укрываясь от выстрелов один второй он вздрагивает при каждом попадании только на третьем взбешенная психопатка понимает что натворила она кидается к истекающему кровью брату забыв обо всем я перекатываю в сторону вскакиваю на ноги одним прыжком оказываюсь возле ружья по-прежнему лежащего на столешнице сьюзан ревет белугой возле мертвого тела стэнли поднимает перекошенное ненавистью лицо я нажимаю сразу оба спусковых крючка и двухстволка разносит ее голову в клочья полупрозрачная фигура тода стоит возле печи закрывая уши руками он завороженно смотрит как заваливается обезглавленное женское тело сьюзан падает на брата из карманов халата стэнли выкатываются в разные стороны красные цилиндрики патронов как удачно переламываю ружье быстро перезаряжаясь и еще горсть запихиваю в карман все это время я напряженно вслушиваю стараясь не выпускать из вида соседнюю гостиную и коридор наверху еще двое и грохот выстрелов разбудил бы даже мертвого но остальных каннибалов пока не видно значит либо они затаились на втором этаже либо уже подкараулили где-то на первом а я подбираю револьвер с брелком в нем три патрона пригодится тихо по кошачьи перехожу в гостиную молюсь про себя чтобы не наступить на скрипящую половицу азарт ходы будоражит кровь я не тут и убийство не приносит мне такого удовольствия но вот сам процесс поиска жертвы наверное это во мне от него или наоборот тут как посмотреть соседняя комнате тоже пусто оттуда я вижу лестницу на второй этаж и часть коридора во всем доме стоит гробовая тишина тот идет за мной хочет что-то сказать но я прикладывал палец губам его болтовня будет только отвлекать мы доходим до лестницы никого не встретив по пути значит братья остались наверху прежде чем встать на первую ступеньку пробую ее ногой доска прогибается подозрительно сильно а лишний шум ни к чему ступень выше вроде нормальная и я начинаю подъем с нее таким образом преодолевая лестницу пропустив еще пару ступенек по дороге передо мной еще один длинный коридор заканчивающийся просторным холлом по правой стороне двери комнат одна из них чуть приоткрыта наружу из-под щели у пола видна полоска света это почти наверняка ловушка я ухмыляюсь хорошо давайте поиграем однако игра заканчивается довольно быстро на третьем шаге под ногой противно скрипит доска ближайшая дверь резко распахивается выбивая из рук оружие оттуда вылетает громила гораздо больше стены в каком инкубаторе их выращивали на нем из одежды одни спортивные штаны через доли секунды он с ревом бросается в атаку противостоять несущемуся грузовику невозможно бугай сбивает меня с ног наваливается всей тушей револьвер больно врезается в поясницу я чувствую как его лапище смыкаются на горле от сильного удара все вокруг темнеет но драка не входит мои планы почти на ощупь нахожу его лицо и со всей силы вдавливаю большие пальцы в глаза упругие круглые виноградинки лопаются заливая руки кровью он визжит неожиданным фальцетом стальной капкан разжимается удается сделать судорожный вздох опихиваю вопящего от боли пита опираюся стену и поднимаюсь на ноги зрение приходит в норму нахожу ружье и ударом приклада в затылок обрываю крики ослепшего людоеда в голове немного шумит но в целом нормально странно почему на пол только один где 2 мы заглядываем в комнату там стоит большая железная кровать на ней сидит гуку мальчик лет десяти холодная злоб разбегается по моей спине я знаю этот пустой мертвый взгляд его худенькую щиколотку охватывает массивная скоба в нее продета цепь которая змеей поднимается к спинке кровати и заканчивается замком кровать слишком большая для него одного а я вижу вторую подушку со вмятиной от головы одеяло откинуто в его сторону страшная догадка отравленным шипом вонзается в мозг у джейка температура поднялась простыл наверное и пошел его укладывать так вместе и уснули я подхожу присаживаясь рядом как тебя зовут джейк где твои родители джейк сьюзан заставила папу застрелить маму потом стэнли перерезал папе горло потом мы жили у нас дома и пик готовил из мамы еду и мы ели ее потом мы уехали я красивый пик решил забрать меня с собой голос ровный и тихий но безжизненный и холодный без малейшего намека на интонации мальчик как робот по запросу перечислял жуткие события когда это случилось джейк сто тридцать девять дней назад я сжимаю ружье выхожу в коридор тот стоит в дверях напряженно сжав кулаки пиц тонет приходя в себя переворачиваю его пинком на спину он шарит руками в воздухе перед собой на лице маска из кровавых слез два ствола упираются ему в промежность грохот выстрелов бьет по ушам я возвращаюсь к мальчику тот не отрываясь смотрит на джейка я знаю что он видит себя много лет назад прошлое вернулась и ударила в самое больное место это невыносимо его жгучая боль заполняет меня целиком это длилось слишком долго тот говорю я тихо мы не сможем ничего сделать он мотает головой закусив губу мы обязаны попытаться ты же смог помочь мне выдернул из наступающего мрака поговори с ним как со мной тогда тьма поглотила его целиком ты сам это видишь хотя бы попробуй пожалуйста я тяжело вздыхаю по правде говоря есть одна идея безумная но я вынимаю из-за спины револьвер кровать жалобно скрипит когда я сажусь рядом с джейком ты знаешь что это джейк он переводит безучастный взгляд на оружие и кивает если ты слышишь джейк если правда слышишь и в тебе еще осталось хотя бы крупица света там я указываю на коридор лежит пит пока живой тот кто причастен к смерти твоих родителей тот кто накормил тебя мясом матери и надругался над тобой тот кто сломал твою жизнь лицо мальчика искажает болезненная судорога только злости ярой способны ему сейчас помочь разжечь огонь угасающего разума я вкладываю ему в ладонь рукоять револьвера я могу сдать его в полицию но скорее всего его отпустят маленькому мальчику никто не поверит он вернется и найдет тебя разбери с этим джейк или уходи во тьму сам тебе решать я встаю сбиваю прикладом ружья замок на спинке кровати и не оборачиваясь покидаю комнату прикрыв за собой дверь долгие минуты ожидания превращаются в маленькую вечность тот нервно вышагивает от стены к стене удивительно но пит действительно еще жив он что-то сколит и вело шевелится в луже собственной крови он что-то сколит и вело шевелится в луже собственной крови наконец мы слышим звяканье цепи слабые шаги волокут ее за собой дверь открывается и джейк выходит к нам он все еще похож внешне на сломанную игрушку но я вижу что его взгляд изменился мальчик приближается к лежащему питу долго смотрит на него резко вскидывает руку с револьвером и стреляет два раза ему в голову затем поворачивается ко мне и я вижу что он едва заметно улыбается помогло я внутренне ликую шансов на нормальную жизнь у джейка конечно нет но я постараюсь его губы шепчут спасибо он подносит до виску и стреляет в третий раз мы похоронили джейка за фирмой снова пошел дождь тяжелая мокрая земля постоянно скатывалась вниз обратно в свежую могилу словно она отказывалась принимать в себя такой груз тот за все время не проронил ни слова в их минивэне нашлась полная канистра бензина я прошелся с ней по всему дому поливая трупы с особенным удовольствием прикурил поджег спичечный коробок и дождавшись пока он полыхнет швырнул на крыльцо голубоватые дорожки огня деловито побежали внутрь принимаясь за дело вот и все тойота завелась только со второго раза когда мы выехали обратно на трассу начало уже светать тот съежился призрачным силуэтом на пассажирском сиденье сзади на полу стояла жестяная коробка из дома битком набитая смятыми купюрами хотя бы один плюс всего произошедшего не придется искать банкомат я бросил взгляд на своего друга и внутреннее все сжалось от очевидной и болезненной правды пока все мои мысли были заняты похоронами джейка и кремация людоедов его разум поглощала навалившаяся душная тьма из детства троекратно усиленное убийство ребенка на наших глазах тот мальчик мой он повернул голову уставившись на меня мертвым взглядом мы ничего не могли сделать продолжил я ты же это понимаешь тебе не в чем себя винить тот вяло кивнул отвернулся но продолжал кивать как игрушечная собачка с головой на пружинке в порыве бешенства я начал колотить по рулю заставляя старенький седан нервно бибикать но на кого конкретно я злился не знаю на его отца нашу за которыми охотился тот пока мы жили в нью-йорке на гребаную семейку каннибалов на самого туда решившего затормозить перед этой сумасшедшей сутки на себя на весь сраный мир вокруг машина вильнула на пустой дороге и пришлось резко дать по тормозам чтобы не съехать в кувет немного придя в чувство я полностью открыл окно подставив разгоряченное лицо холодному утреннему воздуху самом начале нашего знакомства мне показалось что удалось вытащить его на свет спасти мальчишку оказавшегося на краю безумия да он стал неуравновешенным психом обожающим убивать иногда получалось его остановить иногда нет я не собираюсь его оправдывать но для нас это был единственный вариант жить дальше кто-то ужаснется и будет искренне сожалеть что туда не превратили в кататоническую куклу пускающую бесконечные слюни но вы не сидели тогда в темной комнате перед руинами детства не смотрели в распахнутые от ужаса глаза едва отец заходил к нему в комнату а мамочка делала телевизор погромче вы не знаете на что способна боль надежно запечатанная в детском разуме каких демонов это может разбудить да можно сказать я сам был один из них взял его стыд взял его страдания и превратил в пылающую ненависть чтобы он не стал окончательно безвольной игрушкой взрослого больного ублюдка как джейк и когда тот карандаш вошел папаша в мозг держал его тот только тьма не ушла лишь затаилась выжидая своего часа это парь умела быть незаметной сейчас она пировала на остатках его сознания и я почти физически ощущал как он стремительно теряет связь внешним миром я обернулся кто-то пытаясь найти нужные слова но ударился о злую беспощадную пустоту тьма сожрала его целиком а может быть он не выдержал и сдался сам оставив этот проклятый мир только мне одному в груди что-то взорвалось схватив таблетки я выскочил под дождь и принялся яростно топтать ни в чем не повинный пластиковый оранжевый пузырек яростный крик рвал в клочья туманную утреннюю тишину потому что рядом со мной больше никого не было ну что ж дорогие друзья вот такая вот страшная история эмоциональная действительно ужасающая как мне кажется и мне кажется что у данного главного героя все же было расстройство личности и он просто рассказывал свою историю пытался как-то себя наверно оправдать и вот такая вот история блин с одной стороны как бы и смешно а с другой стороны настолько страшная история и ты действительно понимаешь что что таких действительно реальных историй в мире очень и очень много надеюсь я заслужил также как и эта история большого пальчика вверх вашего комментария а если прям очень понравилось бейте в колокол и услышимся в следующей интересной истории